В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич. Наверное, первым вопросом и самым острым для многих рязанцев станет проблема воздуха. До сих пор в некоторых районах города присутствует отчетливый запах сероводорода. Некоторые говорят и думают, что это рязанская нефтепродабляющая компания. Как у нас здесь дела? Была проведена прокурорская проверка именно по соблюдению предохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха. Выявлены многочисленные были нарушения. Акцент прокуратуры сделала не просто выявить нарушения, которые касаются, допустим, несвоевременной оплаты за пользование теми или иными природными ресурсами, за какие-то технические нестыковки, а именно в части акцент сделан на выявление невыскрытых источников загрязнения на любых предприятиях. Я хочу вам сказать, что счет идет на десятки. В этой части и современные предприятия, крупные, были выявлены целые технологические линии, которые не были учтены в Роспреднадзоре как источник выброса. Соответственно, мы получим данные о превышении пределов допустимых выбросов по тем или иным загрязняющим веществам. Мы не можем сделать вывод и предположить, какое предприятие загрязняет, чтобы выйти с плановой или внеплановой проверки. Ну, выйти с внепланной проверки или включить, допустим, план работы при уровне контроля на следующий год. Поэтому здесь нужна объективная картина. То есть, фактически мы установили, что сейчас реальной картины в городе, которая свидетельствует о том, какое предприятие, какое вещество выбрасывает, реальной картины достоверной нет. То есть, мы знаем те предприятия, которые действуют длительный период времени, которые еще работают десятки лет и более. Но на базе бывших крупных предприятий создались десятки мелких, которые осуществляют производственную деятельность, которые также имеют очень вредные производства, литейные производства, допустим, такие, да, переработка металлоемкие производства. Там, где затрачивается большое количество энергии и выбрасывается большое количество загрязняющих веществ. Это было выявлено в ходе проверки. Трудность именно в выявлении этих предприятий стоит в том, что у нас в городе исторически сложилось так, что предприятие не стоит отдельно, оно стоит промышленным узлом. Там 30-40 предприятий, которые осуществляют производственную деятельность, которые выбрасывают вредные вещества в атмосферный воздух. И выявить, допустим, какое предприятие именно явилось данное место в данное время источником загрязнения, очень сложно. Вот на это был сделан акцент природоохранной прокуратуры и поручено органам контроля проинвентаризировать все предприятия, используя все доступные ресурсы, в том числе интернет, реклама. Очень много информации содержится в таких рекламах, как Авито. В газете все для вас. И прокуратура это использовала не раз. И это эффективно. Если поступает проверка, я к примеру говорю, допустим, проверить деревообрабатывающие предприятия. Куда мы идем? Где мы выявим предприятия, которые фактически действуют на территории области. Мы используем не только официальные источники информации в природоохранных органах контроля, справочную информацию. Мы в первую очередь обращаемся к рекламным агентствам, интернет-изданиям, ресурсам. Анализируем, выписываем, кто дает рекламу, какой вид работ производится. Если реклама висит на сайте, если она обновляется, если за сайтом следят, там по Авито, вы знаете, да, вверх поднимается, значит предприятие действует, оно оказывает услуги, значит оно работает. А почему оно не зарегистрировано в органах контроля или не имеет разрешительной документации, мы посмотрим в ходе проведения проверок. Герязань, город Полумиллионник. Там нужно стационарных источников наблюдения за атмосферным воздухом от 5 до 10. У нас пока недостаточно их. У нас сколько? У нас 4. Что нужно сделать для того, чтобы этих приборников стало больше? Мы предложили Росгидромет и Министерство предупользования. Росгидромет имеет 4 источника стационарных поста наблюдения. Роспреднадзор также имеет посты наблюдения, как стационарные, так и передвижные. Объединить в единый ресурс это все. То есть мы не говорим о том, чтобы перешло переподчинение, мы говорим, чтобы была информационная база единая. Когда она появится? Это все в стадии разработки сейчас. То есть поручения в том числе и акты прокурорского регирования были в этот момент, и протокольное поручение губернатора есть на этот счет. То есть поставлены конкретные сроки и прописаны конкретные исполнители. То есть это мероприятие по объединению именно информационной базы двух этих ресурсов находится на контроле прокуратуры. Цель в чем? Чтобы в момент рассмотрения жалоб граждан на загрязнение атмосферного воздуха использовать не только, допустим, передвижную лабораторию Минприроды, которая выехала на место и замерила. Ну и также стационарные посты наблюдения Росгидрометры, которые находятся в непосредственной близости. В том числе использовать посты Роспотребнадзора, которые также осуществляют наблюдение за качеством атмосферного воздуха на территории города Рязани. То есть аккумулируя вот эти все сведения из трех-четырех ведомств, можем взять и выявить объективную картину и уже определить, с каким источником, с каким предприятием нам работать или группой предприятий хотя бы сузить. В этом году уже получится узнать, чем мы дышим конкретно? Да, конечно. Еще полгода назад остро стоял опрос о полигоне отходов в Турлатове. Были назначены проверки, была достаточно большая шумиха вокруг этого полигона. А сейчас, как-то спустя полгода, уже и все стихло. Вот какая там обстановка сейчас? Мне известно, что по материалам Федеральной службы безопасности было возбуждено два уголовного дела по статье 247. Я думаю, что те, кто занимается расследованием, более подробно объяснят. И обход, и расследование мне неизвестны. Это такая информация. Также было очень много внимания ему уделено. Были приняты меры из стороны органов внутренних дел о том, чтобы выставить посты наблюдения там и исключить доступ как кого-либо с отходами производства цепления прокуратуры в свое время. И в этом году, в том числе, проводились проверки непосредственно на полигоне. В частности, были затребованы все материалы производственного контроля, которые свидетельствовали о наличии или отсутствии следов загрязнения на различные компоненты природной среды. Это касается наблюдательных скважин, которые говорят о том, что в подземных слоях или в водоносном горизонте какое состояние у нас нарушений там не зафиксировано было. В частности, мы зафиксировали отсутствие попадания загрязняющих веществ данного полигона в реку Листьянка, которая проходит непосредственно в близости, потому что полигон обвалован. То есть, на сегодняшний момент мы можем говорить, что оснований для беспокойства именно у наших жителей о том, что полигон является источником загрязнения, у нас нет. На прошлой неделе состоялся круглый стол, на котором присутствовали представители власти, охотцы общества и присутствовали Минпродопользования. И был озвучен вопрос о проблемах охотниками о захламленности мусором региональных лесов. Вот здесь природоохранная прокуратура как-то может выступить в плане решения этой проблемы? Ну, прокуратура, сразу поясню, что прокуратура, но прокуратура, они не подменяют органы контроля, они проверяют эффективность их работы, в том числе одна из функций прокуратуры. То есть, мы сейчас обратились к общероссийскому народному фронту, который наибольшее количество жалоб направил в органы контроля, с просьбой направить нам информацию о том, что кто или не ответил, или ответил, что не провел проверки, потому что прокуратурой выявлялись такие факты, что, извините, уважаемый жалобщик, снег, поэтому поедем весной. Были такие факты, прокуратура обращала внимание, проводила проверки, привлекала виновных должностных лиц к административной ответственности за нарушение порядка обращений граждан. То есть, мы сейчас проведем сверку по этим жалобам, посмотрим, кто как отреагировал, какая полнота информации была предоставлена жалобщику, и самое главное содержание, устранили или нет. На этом же круглом столе вы высказали очевидную, серьезную масштабную проблему – это рязанское водоотведение. То есть, канализационные сети изношены на 80%. Цифры страшные, потому что от этого конкретно зависит, что мы пьем. Вот как представители власти отреагировали на ваш вопрос? Есть моменты, и водоотведение – это один из этих моментов, где не все решается путевонесения актов прокурорской регионы. Мы можем отчитаться десятками представлений, которые будут рассмотрены, будут десятки наказанных, допустим, на усмотрение руководителей. Мы можем оштрафовать массу человек, но проблема не будет решена, потому что на решение этой проблемы необходимы значительные средства, которых нет ни в муниципальных предприятиях, ни в городе, ни в области. Какие предприятия уже проверили за эти полгода? Кто в штрафниках и за что? Я обобщу информацию в штрафниках, проверили. Мы массу предприятий проверяем. Конечно, и я хочу сказать, что на территории Рязанской области очень много вкладывается денег на именно предохранные мероприятия. Очень большие суммы. Они считаются десятки миллионов. Если мы будем говорить про очистные сооружения, даже про ту программу реконструкции, которые предполагают работать до 2021 года, предполагается суммой этих работ порядка 25 миллиардов рублей. Но и в текущем режиме вкладывается не менее 20 миллионов рублей ежегодно. Не менее 20. Уверяю вас, это большие цифры. Это то, что касается очистных сооружений РНПК. Русская кожа и завод «Сафьян», они вкладывают также порядка 20-50 миллионов рублей на очистные сооружения. Именно локальные очистные сооружения. И переходят на замкнутую систему водоснабжения. Чтобы те агрессивные среды, которые используются ими на производстве, они не попадали в коллектор общегородской, а возвращались на производственные предприятия. И путем проведения определенных мероприятий оттуда извлекались те вещества, которые необходимо использовать для повторного промышленного производства и обработки того сырья, которое не поступает. И брить крахмалопродукты. Это Шиловский район. Вкладывают примерно за период в течение трех лет порядка 70 миллионов рублей по актам прокурорского реагирования. Они полностью пересмотрели именно технологический порядок производства, во-первых. И из того, что они сбрасывали, они сейчас должны получать хорошее дополнительное сырье, хорошее прибавка к своему доходу, потому что это оказывается сырье, и оно тоже востребовано. То есть, поэтому закупаются новые очистные сооружения, закупается, значит, новое оборудование, и тот сброс, который они осуществляли в пруды-испарители более 70 лет, он будет в ближайшие годы прекращен вообще. Я вам просто три примера привел. Есть и другие предприятия, которые, допустим, Красный Новь, которая вложила в очистные сооружения, перед тем, как передать его муниципальному предприятию, вложили порядка 700 тысяч рублей, привели в порядок, проявили свет, освещение, значит, сделали надлежащую очистку и передали ее на баланс предприятию. Это была структура Росрезерва. И по нашим актам реагирования, в принципе, ведется работа, мы не делаем так, что если, допустим, мы видим неисполненные нарушения, мы не можем снять с контроля, пока не увидим реальное устранение нарушений. То есть, это не просто штраф? Это не просто штраф, это надо видеть, видеть, как устраняется нарушение. Штрафом пусть останется штрафом, это нарушение отдельного должностного лица. Мы сейчас очень лояльно подходим, корректно подходим, чтобы и в крайних случаях только привлекается к ответственности юрлицов, потому что мы понимаем, что там порядок штрафов совсем другой. Людям надо работать, это предприятие стабильно действующее, это налоги, это зарплаты, это развитие, пусть развивается, но пусть соблюдает предохранное законодательство. Мы вам напомнили, мы вам показали, корректно исправите. Ну, конечно, основная масса предприятий уже на стадии рассмотрения прокурорского представления, то есть, без каких-либо штрафных санкций, стараются устранить нарушения, которые не успевают устранить, допустим. Мы разбираемся в причинах. Если они на рассмотрение и устранение нарушений по представлению прокурора отводятся один месяц, если они не устраняют нарушения умышленно, то мы уже обращаемся в судебные органы, и уже суд обязывает их устранить те нарушения предохранного законодательства, а мы контролируем уже исполнение решения суда. Совместно с судебными приставами, совместно с прокурорами районов, которые назирают за службу судебных приставов и дают оценку эффективности их работы. То есть, наблюдение за исправлением ситуации предохраны, оно может длиться и месяц, а может длиться и год, и два, пока не будет достигнут положительный эффект. Спасибо вам за беседу. Через зритель напомню, что в гостях у нас сегодня был Рязанский межрайон и природоохранный прокурор Алексей Секин. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова